Если когда-то вы по каким-то причинам забыли сдать книгу в школьную библиотеку, то сегодня самое время сделать это. Порадуйте библиотекаря, заодно и снимите груз совести. Спешим вам сообщить, что 27 октября отмечается Международный день школьных библиотек. Мы от души поздравляем всех, кто открыл для нас чарующий мир книги. Доброе утро! Это программа «Утренние эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. Время приятных новостей на телеканале «Беларусь-2». Сегодня в «Утреннем эспрессо». Защитим себя и своих близких от сезонных инфекций, мнения и рекомендации эксперта. Внимание! Фотоловушка. Кто и где попадает в фотосети. Брест готовится к фестивалю семейных театров. Принять участие может каждый. Девять взглядов на одну красоту. Белорусский и польский бук глазами брестских художников. Доброе утро! Сегодня 27 октября, понедельник. Когда-то давным-давно, а может быть и не очень, ходило поверье, что сегодняшняя грязь на дорогах – это предвестник того, что зима наступит через 4 недели. Хотите – верьте, хотите – нет, дело ваше. Но вообще считается, что сегодняшний день, 27 октября, всегда отмечается неустойчивой погодой. Поэтому будьте готовы к капризам природы. А вот более точный прогноз мы узнаем прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Мы продолжаем программу. Напоминаем, что сегодня 27 октября. Осень давно перешагнула экватор и приближается зима. А вместе с зимой приближаются все чаще и предупреждения специалистов о том, чтобы следить за состоянием своего здоровья. И сегодня утром в гостях утреннего эспрессо заместитель главного государственного санитарного врача города Бреста и Брестского района Уткина Евгения Вячеславовна. Евгения, доброе утро. Доброе утро. Евгения, вы знаете, действительно, с приближением зимы мы все чаще и чаще слышим о приближении, наступлении или, если можно так выразиться, сезонном всплеске энтеровирусных инфекций. Вот что это за зверь, такая энтеровирусная инфекция? Стоит ли его бояться и вообще как с ним бороться? Для начала вообще, что это такое? Ну, к группе энтеровирусных кишечных инфекций относятся инфекции, вызываемые вирусами. Вирусов этих много, более 70. То есть их очень-очень много. Симптомы у них примерно те же самые. Если говорить о каком-то всплеске, да, вероятно, эти наши энтеровирусные кишечные инфекции приходят к нам ежегодно. Наблюдается их сезонный всплеск. Как правило, это холодный период года февраль-март максимум, ну и октябрь, сентябрь, ноябрь. То есть то, что мы наблюдаем сейчас. Где-то уже мы за 9 месяцев наблюдали за нашей заболеваемостью. Несколько возрос уровень заболеваемости в городе Бресте, в Брестском районе. Однако уже в октябре отмечается некоторое снижение. В городе зарегистрировано всего лишь 3 случая энтеровирусной инфекции. У детей, один случай у взрослого. Евгения, скажите, пожалуйста, то есть в принципе пока на данный момент про какую-то эпидемию мы говорить не можем? Конечно, нет, это не является эпидемией, это просто сезонный подъем. А вообще, вот допустим, если мы так спустимся немножко, как говорится, с небес на землю, да, теории к практике, вот в быту, вот обычная банальная ситуация, что может стать возбудителем вот этой инфекции, заболевания подобного? Возбудителем заболевания является вирус, один из группы 70. А заболеть им можно в принципе очень просто, но точно так же очень просто и не заболеть, если соблюдать определенные правила. Источником инфекции при энтеровирусной инфекции является либо больной человек, у которого есть клинические проявления, либо носитель. Как правило, если брать общую массу населения, тот, кто встречается с энтеровирусом, примерно 85% никак не проявляется клинически. То есть это носители, мы его выделяем либо воздушно-капельно через дыхательные пути, либо фекально-оральным механизмом. Где-то 12% это легкое лихорадочное состояние, ну и оставшиеся 3% это клинические проявления интеровирусных инфекций, которые могут поражать как и кишечный тракт, так и нервную систему. То есть могут быть энцефалиты, могут быть менингиты, то есть различные тяжести заболеваний. То есть есть какие-то возможные осложнения. Осложнения, да. Чаще всего у нас страдают дети, потому что, как правило, у взрослых это никак не проявляется. Мы просто можем не заметить, что мы встретились с вирусом. А дети, особенно дети первого года жизни, они очень ярко переносят встречу с интеровирусами и, как правило, составляют нашу основную массу заболевших, попадающих в стационары города Бреста. Евгения, ну я не могу сказать, что вы нас там очень напугали, но, по крайней мере, предостерегли. А это важно. Евгения, скажите, пожалуйста, а возможно практика, допустим, сдачи анализов каких-то, чтобы узнать, являюсь я носителем или не являюсь? Если, допустим, меня эта проблема, ну, очень заволновала. Ну, как правило, если у нас появляются такие клинические признаки заболевания, как правило, очень волнуется маму, у которых маленькие дети, потому что первый признак – это резкий скачок температуры, то есть 39-40 градусов, даже без каких-либо катеральных явлений, то есть еще насморка у нас нет, ничего у нас нет, ребенок просто очень беспокоен и высокая температура. Через какое-то время может быть нарушение сна, может быть рвота, может быть водянистый стул. Ну, бывает достаточно часто, вот этот высокий подъем температуры может повториться через 3-4 дня. Естественно, в таких случаях вызывается врач для оказания специализированной медицинской помощи и проводит все исследования. Проводится в том числе исследование на наличие антигена, энтеровирусов и в крови, либо в калии. То есть можно это узнать. Как правило, если у нас нет никаких клинических проявлений, нам к врачу можно и не обращаться. Единственное, что надо соблюдать определенные меры профилактики, особенно в семьях, где есть маленькие дети. А вот очень хотелось бы узнать, какие именно необходимо соблюдать меры профилактики. Профилактика самая несложная. Это наш с вами обычный образ жизни. Первое, это соблюдение обычных, естественных правил личной гигиены. То есть мы с вами моем руки не менее 20 секунд после возвращения с улицы, после прогулки, после посещения туалета, перед приготовлением пищи, при переходе от сырых продуктов в готовом. То есть это обыденное, первое, самое главное правило. Второе, это мы обязательно моем овощи, фрукты перед тем, как есть самим, и особенно если мы предлагаем это детям. Третье, акцент все время на детей идет. Не забываем, что у детей есть игрушки, которые точно так же регулярно нужно мыть. Наверное, более актуально в теплый период года, когда у нас идет еще сезон купальный. То есть надо обязательно предупреждать детей и самим взрослым ни в коем случае не заглатывать воду при купании, не купаться в запрещенных местах, ну и как бы это тоже не прозвучало, у нас город красивый, у нас есть фонтаны, не купаться в фонтанах и, естественно, не допускать попадания воды внутрь организма. Также еще такой важный момент, особенно и для взрослых, и для детей, использовать воду гарантированного качества. То есть, как правило, особенно если маленькие дети отдавать предпочтение кипяченой воде, либо бутилированной воде. Ну, в принципе, вы знаете, я вас послушала, правила действительно несложные, то есть посильные для выполнения. Я надеюсь, что выполнение таких, в принципе, нехитрых профилактических мер обезопасит нас, наших детей, наших близких от всевозможных неприятных последствий. Евгения, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. И я надеюсь, что после нашей с вами беседы проблем, которые связаны именно, как говорится, с наступлением интервирусных инфекций, станет гораздо меньше. Мы будем более бдительны и осторожны и щепетильны в отношении своего здоровья и будем жить здорово. Спасибо большое. Мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего эспрессо была заместитель главного государственного санитарного врача города Бреста и Брестского района Уткина Евгения Вячеславовна. Тянув залей на рояле, нажатой клавиши. Глеб звукоряда, скучок не надо, постой, не спеши. 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 В Беловежской пуще появились ловушки для животных. Спешим успокоить всех любителей зверешек. Ловушки непростые. Помните знаменитого пса из Простоквашина с фоторужьем? Так вот, в вековом лесу появились фото ловушки. И теперь за братьями нашими меньшими можно наблюдать в естественной среде обитания. Эксклюзивные кадры прямо сейчас в утреннем эспрессо. Здесь все, как в известном реалити-шоу. Выясняют отношения, строят любовь и воспитывают детей. С некоторых пор за личной жизнью диких животных, обитающих в Беловежской пуще, стали подсматривать ученые. Все это делается исключительно в научных интересах. Чем обедают, как и с кем проводят свое свободное время, все это фиксируют специальные камеры, фотоловушки. Главный вопрос, на который мы хотим получить ответ при помощи этих приборов, это то, как дикие животные в Беловежской пуще реагируют на заповедный режим и на расширение заповедного режима. Потому что буквально два года назад территория заповедной зоны в Национальном парке увеличилась в два раза. Это очень серьезное увеличение. Для Европы это, наверное, одно из серьезных, наиболее значимых увеличений заповедной зоны в лесных массивах. Первые камеры появились в пуще ровно год назад. Всего здесь около 20 таких вот фотоловушек. Они установлены в дремучем лесу, в среде наиболее естественной для животных. К некоторым пробраться можно только пешком и идти нужно несколько километров. В зооделе Николай Черкас уже почти 50 лет. Всю жизнь мужчина посвятил лесу, но говорит только сейчас. Благодаря камерам исследования вышли совершенно на другой уровень. Ежедневно на обработку поступает около тысячи снимков и столько же видеозаписей. Камеру, разумеется, жители пуще замечают. Некоторые проявляют к съемке повышенный интерес. Кто-то долго-долго рассматривает неопознанный объект, а кто-то пробует его на вкус. А однажды лось даже напал на камеру. На этих кадрах, очевидно, запечатлено романтическое свидание зубров. А здесь бандитские разборки кабанов. А вот ночная схватка символа пущи. Наверняка сложился любовный треугольник. А это кадр года. Красавица-рысь. Очень редкий вид. А еще есть волк-нелегал, и шенген ему не нужен. У некоторых зверей мы просто делаем портреты. То есть, ну, какие-то особенности. Например, у нас один волк есть, бегает со слоном и маным фастом. То есть, тоже такая особенность личная, личная примета. Еще было одно такое сенсационное. Это в Глухомане буквально домашние коты появились. Некоторые факты для ученых становятся настоящим открытием. Например, знали ли вы, что журавли – самые пунктуальные птицы? Ровно в 7 утра, ни минутой позже, птица покидает свое гнездо. Однако наибольший интерес для исследователей представляют волки. Ведь это очень осторожный зверь. В числе задач научных сотрудников – изучить популяцию хищных животных. У них хабаня не очень хорошие. Они унюхивают камеру издалека. Они, конечно, слышат щелчки или подсветку, или вспышку видят. Но мы видим сейчас тоже, что некоторые животные действительно боятся. Но в большинстве волк тоже, как разумный и такой, хоть и осторожный, но разумный зверь, он понимает, что это не несет угрозы. Этот проект реализуют сотрудники организации «Ахова птушек Батьковщины» вместе с учеными из Беловежской пущи при поддержке Франкфургского зоологического общества. Ученых интересует не художественность этих кадров, а научная информация. Программа исследований рассчитана на пять лет. Поэтому коллекция уникальных снимков и видео еще будет пополняться. А самыми интересными фотоисториями специалисты обязательно с нами поделятся. Субтитры создавал DimaTorzok Безусловно, самым громким спортивным событием октября стали матчи гандбольной лиги чемпионов. Все три домашних поединка мешковцев, невзирая на результат, нисколько не разочаровали. По итогам встречи со звездным ПСЖ БГК остался на прежнем пятом месте в турнирной таблице группы, но свой авторитет на международной арене заметно укрепил. За всю историю выступлений в Лиге чемпионов БГК не раз противостоял европейским гандбольным грандам. Однако настолько звездные компании брестские болельщики в Виктории еще не видели. Семерых олимпийских чемпионов, а также троих лучших игроков мира разных лет объединил состав Paris Saint-Germain. Учитывая то, что больших достижений на клубном уровне у французской команды пока нет, именно к ним дружина Филиппа Гордана сейчас и стремится. Первый тайм фаворит начал агрессивно и уже к перерыву обеспечил себе преимущество в три мяча. Наибольшие проблемы обороне мешковцев доставили края атаки парижан. Каждый тренер хочет, чтобы в защите было место на центре. И очень мало игроков в мире может сделать обратный мяч на угол. Значит, здесь есть коплер, который там, где есть, самый лучший в мире. Там есть Хансен. Однако контракт явно пошел на пользу нашим игрокам. В начале второй половины БГК догнал соперника 15-15. Двукратный олимпийский чемпион Тьерри Амее доставал мяч из сетки ворот ПСЖ значительно чаще. Дальняя артиллерия Манойловича и Божевича, а также бесподобная игра в ближнем бою Растко-Стойковича позволили держать вопроса победителя открытым до самого конца. Такой дерзости от хозяев площадки французский дрим-тим вряд ли ожидал. За несколько минут до финальной сирены мешковцы и вовсе вышли вперед. В матче Брещан с фаворитом главного клубного турнира назревала сенсация. Мы все-таки это сделали, оторвались, догнали. Даже повели в счете в нужный период времени, в концовке, когда это самое тяжело. То есть игра складывалась так, как нам надо, так как удобно. Но все-таки ребята непростые. Глядя на заключительный отрезок поединка с ПСЖ, наверное, многим вспомнилась картина концовки встречи с немецким килем. Минус один, время на одну атаку и досадный промах. На этот раз капитана Люба Вукича, угодившего в перекладину. Итоговый счет 29-28 в пользу французов. Мешковцы вновь доказывают свою боеспособность в матче с фаворитом, но упускают очки в самой концовке. К слову, так много парижанам в этом розыгрыше не забрасывал еще никто. Несмотря на это, французы продолжают без потерь лидировать в группе А. Для нас это был очень трудный поединок. Наши соперники провели хороший матч. Уступить при такой качественной игре обидно. Смотрели предыдущие домашние встречи брещан и знали, что здесь нам придется тяжело. Горжусь подопечными. Они играют через три дня и очень устали. Когда прилетели в Брест, не знали, как мотивировать гандболистов. В такой ситуации самое важное было просто взять два очка. Свои ближайшие матчи БГК проведет после двухнедельного перерыва в рамках Сеха Лиги против Веспрема в Венгрии и Вардера на домашней арене. И только потом, 15 ноября, возобновит выступление в Лиге чемпионов. Следующий соперник – Хорватский Загреб. А теперь еще раз напомним о безопасности. Точнее, о безопасности ребенка в автомобиле. 16 января следующего года перевозка детей в автомобиле должна осуществляться только при наличии специальных удерживающих устройств. Пожалуй, наиболее популярное подобное средство – это детское автокресло. Кстати, автокресло – это товар, который сертифицируется. А вообще, еще раз рекомендуем позаботиться о своей безопасности и безопасности своей семьи на дороге. А мы продолжим жизненную тему, а вернее, житейскую. Разрешение проблем насущных – это работа нашей горячей линии. На связи ваш надежный эксперт по текущим вопросам. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет горячая линия утреннего эспрессо. Мать брещанки Марии Николаевны на пенсии. Работает в магазине уборщицей по контракту. Контракт заключен с ней до 2016 года. Руководство предприятия приняло решение перевести женщину на договор подряда. «Законно ли это?» – спрашивает Мария Николаевна. Ввиду того, что уборщица является штатной единицей, то заключение договора подряда на выполнение такой работы является нарушением. Следующий звонок от Екатерины из Пинска. Она является собственницей квартиры. Недавно женщина вышла замуж и прописала супруга в свое жилье. У мужа Екатерины есть несовершеннолетний ребенок. И вопрос звучит так. «Может ли муж без моего согласия прописать своего сына в мою квартиру? И какие права на нее они будут иметь?» Екатерина. «Своего несовершеннолетнего ребенка ваш супруг может прописать по месту своего жительства и без вашего согласия. В таком случае необходимо только согласие матери или решение суда о том, что сын проживает с отцом. Супруг и его ребенок будут иметь только право пользования данным жилым помещением». Валентин Семенович живет на втором этаже многоэтажного дома в Бресте. На его этаже лифт не работает. Однако каждый месяц мужчина оплачивает пользование лифтом. «Обязан ли я платить за лифт, если я им не пользуюсь?» задает вопрос звонивший. Валентин Семенович в связи с нововведениями в законодательстве Республики Беларусь жильцы вторых этажей теперь должны оплачивать пользование лифтом. Однако существует исключение. Если в лифте заблокирована кнопка вызова на второй этаж, то плата за пользование лифтом взимается с плательщиков, проживающих на третьем этаже и выше. Дарья Искаменца – мать 10-месячного ребенка. В данный момент она ожидает второго малыша. «Как будет рассчитано пособие в моем случае?» – хочет знать Дарья. Если до ухода в декретный отпуск вы не имели трудового стажа, либо отработали менее полугода, то пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитываться, исходя из 50% бюджета прожиточного минимума. Если до ухода в декретный отпуск вы отработали более полугода, то больничный лист будет рассчитан, исходя из вашего оклада. Это была «Горячая линия» утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот же день в 1911 году родился Микола Лобан. Белорусский писатель, языковед, заслуженный работник культуры. Автор очерков, рассказов, романов на пороге будущего, городок Устрань. Один из составителей правил белорусской орфографии и пунктуации, а также многих словарей белорусского языка. В 1958 году Бориса Пастернака исключают из Союза писателей СССР на четвертый день после присуждения ему Нобелевской премии по литературе за роман «Доктор Живаго». Под угрозой выдворения страны писатель был вынужден отказаться от награды. 27 октября 1977 года в кинотеатрах СССР начался показ фильма «Евгения Матвеева. Судьба», снятый по одноименному роману Петра Проскурина. В фильме, кроме самого режиссера, сыгравшего главного героя Захара Дерюгина, также снимались Ольга Остраумова, Юрий Яковлев и другие актеры. 1994 год. 20 лет назад в деревне Поддубно Кружанского района состоялось открытие и освещение памятника на месте героического сражения русской армии с французскими захватчиками в Отечественную войну. А мы продолжаем «Доброе утро» на телеканале «Беларусь-2». И сейчас в гостях утреннего «Эспрессо» заместитель председателя молодежного общественного объединения «Наследие» Наталья Касьяник. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Наталья, помимо того, что вы заместитель председателя молодежного общественного объединения «Наследие», вы также один из организаторов предстоящего фестиваля семейных театров в Бресте. Наталья, в принципе, звучит достаточно интригующе и красиво фестиваль семейных театров. Вот хотелось бы еще узнать, это, в принципе, инициатива традиционная для нашего города или для страны в целом, или это нечто новое? Вы знаете, это абсолютно новая инициатива, и в этом году наследие выступает с этой инициативой впервые в Беларуси, поэтому мы являемся такими родоначальниками, и, надеюсь, это войдет в традиции нашего города. Скажите, вы волнуетесь, потому что осталось меньше месяца, а дело-то новое? Да, мы волнуемся, безусловно, это очень волнительно для нас, очень так тревожно, но при этом я хочу сказать, что у нас прекрасные семьи, у нас уже есть хорошие участники, поэтому я просто уверена, что все будет отлично. Скажите, Наталья, а какие вообще семьи принимают участие и готовятся к этому фестивалю? Это какие-то конкретные, определенные семьи, или там, в принципе, они ничем не связаны, только лишь желанием участвовать в этом фестивале? Нет, это абсолютно разные люди, разных профессий, разных абсолютно слоев населения, то есть это и молодые, и даже есть участники пожилого возраста, тоже семьи, то есть здесь условий абсолютно нет каких-то, могут принимать участие абсолютно все семьи. То есть, в принципе, если кто-то сейчас из телезрителей утреннего эспрессо, сидя всей семьей на диване, и смотря нашу программу, заимеет желание поучаствовать в фестивале семейных театров, он может, в принципе, прийти к вам и действительно принять участие. Да, мы будем, безусловно, очень рады, если как можно больше семей примет участие в наших театрах, потому что чем больше семей, тем больше интереса к нашему мероприятию, тем больше будет веселья, тем больше будет сказок, потому что одно из условий, что каждая семья должна подготовить свою сказку, которая должна длиться не более 15 минут, это одно из условий. А есть еще какие-нибудь условия для участия в семье, там, допустим, количество человек, там и так далее, и тому подобное, еще есть какие-нибудь условия? Ну, как минимум, двое человек должно быть от семьи. Конечно, чем больше, тем лучше детей. Также могут принимать семьи без детей, то есть муж и жена, вот, ну, конечно, приветствуется участие с детками. Ну, в принципе, никаких ограничений для семей в участии в этом фестивале нет? Нет, абсолютно нет. Наталья, ну, я немножко хочу затронуть такую, может быть, извините, немножко личную тему, но у вас тоже есть семья. Скажите, а вы будете принимать участие в этом фестивале? Да, мы будем, конечно, принимать участие, мы ждем этого мероприятия, наша семья готовится, мы, безусловно, очень рады тому, что будем принимать участие, потому что это очень сплочает семью, мы все постоянно об этом говорим по вечерам, то есть как-то ждем и будем участвовать. А вы можете приоткрыть, ну, хотя бы, некоторые допустимые секреты, каким образом вы готовитесь? Ну, во-первых, нашему объединению наследия оказывает помощь режиссер-постановщик Николай Владимирович Ящук, и он помогает нам готовиться к, ну, не только нам, а вообще абсолютно всем участникам к предстоящему мероприятию. Мы проходим мастер-классы, мы много чего там узнаем нового, как войти вот в роль, как прочувствовать своего персонажа. Это очень помогает, действительно, в подготовке. Также мы готовим декорации. Если, вот, например, семьи какие-то, ну, не могут там, например, найти какие-то декорации, у них есть вопросы с костюмами, то мы тоже обязательно поможем. Вот, то есть подготовка у нас вот такая. Так что, в принципе, подготовка идет. Я надеюсь, что фестиваль семейных театров состоится с таким, с должным размахом. Вот, и мне бы хотелось, чтобы вы еще раз напомнили нашим телезрителям, куда им обращаться в случае появления желания участия в данном фестивале и вообще отслеживать информацию по поводу этого фестиваля. Для того, чтобы зарегистрировать свою заявку на участие в наших любительских фестивалях семейных, необходимо позвонить по телефону 725 12 27. Это дает гарантию того, что вы попадете и будете участниками. Также можно отслеживать информацию о наших новостях, о партнерах нашего проекта в группе ВКонтакте фестиваль семейных любительских театров. Она так и называется. В завершение уже нашей с вами беседы мне бы еще хотелось задать такой вопрос. А призы будут? Это вообще конкурсные фестивали или нет? Да, это конкурсный фестиваль. Будут призы, будут подарки. Мы сейчас еще находимся в поисках партнеров. Многие уже согласились стать спонсорами нашего мероприятия. Поэтому, я думаю, призы будут. Так что участвуйте. Мы в свою очередь всех желающих приглашаем посетить фестиваль семейных театров, который откроется в Бресте менее чем через месяц. Я думаю, что если кто-то пока еще стесняется принять участие в качестве такого непосредственного участника и актера, он всегда может принять участие в качестве зрителя и болельщика. Так что приглашаем всех желающих. Наталья, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Ну, а я еще раз напоминаю, что все желающие приглашаются на фестиваль семейных театров, который менее чем через месяц откроется в городе Бресте. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Итак, в гостях утреннего эспрессо была заместитель председателя молодежного общественного объединения «Наследие» Наталья Касьяник. Ну, а сейчас я предлагаю в утреннем эспрессо продолжить семейную, а точнее детскую тему рубрикой «Человечки». У меня есть такая коробочка, и там я, ну, в коробочке своей, там такая коробочка в виде сердечка и украшена такими ракушками, цветочками. И я там, когда у меня выпадает зуб, я там туда ложу, потом под вечер, под подушку ложу, и мне там зубная фея принесла очень красивую лошадку. Золото, серебро, драгоценные вещи. Ну, потому что, может, они будут дорогие, может, вы потратите деньги зря, а они потеряются сразу на следующий день. Так что их надо хранить и ложить в безохранности и место на березах хранности, в которые никто никуда их не заберет. Мама. Потому что если мы иметь маму, то тогда мы не будем знать, как себя кормить. Которая одежда красивая или что-то красивое нужно хранить. Надо хранить деньги, машину, чтобы не скрали дружбу. Ну, а теперь минуты прекрасного на телеканале «Беларусь-2». Бук с обеих сторон глазами брестских художников. Бук белорусский и Бук польский. 39 работ о незабываемом путешествии вы можете увидеть в Беларте. 9 разных взглядов на одну красоту. В утреннем эспрессо. Выставка образы белорусско-польского погранища – это результат пленера, который проводился в августе-сентябре текущего года на приграничной территории Белоруссии и Польши, вдоль реки Бук. Бубльгранна, Янув-Подляски, Владава с одной стороны, Тамашовка, Дамачева, Волчин с другой. Во время творческой поездки создавались зарисовки и этюды. А уже по возвращении домой они завершались. На этой выставке – лучшее произведение. Всего 39 работ. Масло, пастель, акрил и акварель. Нам хотелось, как художникам, найти что-то такое, что нас им объединяет, двух народов. И пришли к выводу, что у нас одни почти те же корни, что и с одной стороны дружелюбный для нас народ, и с другой. Искусство всегда объединяло два дружественных народа. И вот благодаря этому объединению эта дружба еще больше становится, еще крепче. Свои работы представили 9 участников пленера, все члены общества художников «Мостык». Их ряды Людмила Крапивная пополнила совсем недавно, поэтому сегодня она дебютантка. По образованию архитектор, женщина признается, кисточку в руки не брала со студенческих лет. Стеснялась выставляться, но говорят, что вроде получилось неплохо. И я сделала, в общем-то, долгий ящик не откладывала, ну, длинные этюды делала, конечно, это мне, в общем, довольно сложно было опять вспомнить навыки художественные. Ну, а дома уже я дорабатывала работы, и 6 работ сделала, можно сказать, на одном дыхании. И хотя образы белорусско-польского пограничия наблюдать можно когда угодно, в галерее «Пиларт» это сделать можно лишь до 31 октября. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! «Горько 2», продолжение вышедшей в 2013 году российской комедии, снято режиссером Жорой Крыжовниковым. Вот только в отличие от первой картины, события развиваются не вокруг свадьбы, а по поводу поминок. Как оказывается, даже такой повод может служить доводом для шуток у сценаристов. Желая сорвать большой куш, Наташин очим идет на авантюру, чем подставляет своих партнеров по бизнесу. Не желая оставаться в долгу, те устраивают на него покушение. Вся семья скорбит по Борису Иванычу, а ему бы три дня пролежать и похороны пережить. А там родные откопают, и можно спать спокойно. Все идет по плану уцелевшего отчима, пока проститься с ним не приезжает боевой товарищ. Витька Каравай мгновенно покоряет всю семью, перетягивая общее внимание на себя. А задетый за живое покойник заставляет родных устроить роскошные поминки. Наряду со Сергеем Светлаковым в сиквеле задействованы все основные актеры первого фильма. Ян Цапник, Елена Валюшкина, Юлия Александрова, Егор Корешков и Сергей Лавыгин. К сыгранному актерскому составу присоединятся Константин Мурзенко и Александр Робок. Стоит отметить, что первая часть приключенческой комедии стала самым прибыльным российским фильмом за всю историю отечественного кинопроката, собрав свыше 25 миллионов долларов при бюджете в полтора миллиона. Рыбак? Нет. Бизнесмен. Я сейчас умру навсегда. Супергерои спешат на помощь. Создатель культовых мультфильмов «Ральф и Холодное сердце» представил свое новое творение «Город героев». По утверждению авторов, мультфильм понравится как взрослым, так и детям. Так, давай уточним. Человек в японской маске наслал рой управляемых боевых роботов. Некроботов! Беймак, скажи! Так и было. И к работе. Да! Он командует ими силой мысли с помощью нейтронного модуля. Быстрей! Я медленный. Мягко сказано. Бегом! 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 «Город-герой» в 54-й по счету полнометражный мультфильм студии Уолл Дисней. Действие мультфильма разворачивается в вымышленном мегаполисе Сан-Франц-Окио, явная ассоциация с Токио и Сан-Франциско. Месте, где смешались американская и японская культуры. По сюжету японскому правительству потребовалась команда официально работающих на страну супергероев, что положило начало поиску потенциальных участников. Юный Хиро Хамада – прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в техническом университете. После серии загадочных событий друзья оказываются в центре коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину. Увидеть захватывающее анимационное приключение «Город героев» уже можно во всех кинотеатрах Бреста. А я желаю вам удачных выходных и приятного похода в кинотеатр. А знаете, пройдет время и эта программа останется в прошлом. Благодаря современным технологиям вы можете посмотреть ее еще раз, а возможно при необходимости даже записать, чтобы оставить на память нужные моменты. Именно сегодня я говорю об этом, потому что 27 октября отмечается Всемирный день аудио-визуального наследия. Это фильмы, радио и телепрограммы, аудио и видеозаписи. Я вам рекомендую создавать и свои семейные архивы, чтобы сохранить память о счастливых моментах на долгие поколения. Это была программа «Утренние эспрессы». Меня зовут Вероника Яковец. Отличного вам настроения. Увидимся на телеканале «Беларусь-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин